Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня у нас с вами 22 мая, и мы, не встречаясь два дня, говорим с вами о том, как изменилась за эти два дня ситуация в городе Сарове по коронавирусной инфекции. У нас на сегодняшний день нарастающим итогом 92 больных. По сравнению со средой, это еще плюс двое больных. Оба случая привозные. Один в одном случае заражение произошло в Дивеевском районе, в другом случае заражение произошло в Первомайском районе. И опять напоминаю, что и тот, и другой район, и еще Ордатовский район у нас на сегодняшний день неблагополучный, и поэтому все выезды впереди нас ждут, выходные в эти регионы. Помните о том, что изоляция имеется в виду только на своих личных дачах, а никак не при встречах со знакомыми, с родными, не в селах, не в городах и не на еще иных площадках, где бывают сборы. Вот в данном случае у нас один сбор произошел по поводу, люди встречались на память родителей, на годину, и там заразились уже не один человек, и боимся, что оттуда еще пойдет цепочка больных. А во втором случае человек говорит, что он жил просто у себя в деревне. Но при этом, когда заболел, уже начал рассказывать, что в деревне он этот встречался и с соседями, и в магазины, естественно, как все нормальные люди ходил, и участвовал в иных сборищах в деревне. Короче говоря, заразился, причем заразившись еще и не сразу обратился к врачу. Несколько дней подождал, авось само пройдет, и в итоге уже с более тяжелой клиникой вернулся, наконец, в город и вызвал врача. Поэтому помним о том, что большая доля у нас случаев привозных, и это по-прежнему для нас опасение. Теперь идем дальше. Значит, 92 больных. Количество выздоровевших за эти два дня не изменилось. По-прежнему выздоровело у нас 48 человек, и это нас радует, потому что это более половины от всех заразившихся за этот период, и остаются болеть еще пока 44 человека. Из этих 44 человек на сегодняшнее утро госпитализировано, то есть в больницах проводится у них лечение, у семерых. В Помце, в Нижнем Новгороде остался у нас с вами один больной, и он тяжелый. Второй, я уже рассказывала, в среду ему стало легче. Он перешел уже на сегодняшний день уже фактически в легкую форму, и перевели его даже не на стационарное лечение к нам в город, а вообще домой на долечивание. То есть мы за него очень рады. Мы рады, что тяжелые формы, несмотря на отсутствие во всем мире этиотропного лечения, лечению на самом деле поддаются эти случаи. И если вовремя все-таки начинать эту терапию, то вот мы видим хорошие результаты. Но там, правда, еще и радует, что не было сопутствующей патологии, не было высокого возраста, такого большого. Поэтому вот все это дало возможность человека вернуть в легкую форму, надеемся, что он скоро выздоровеет. Итак, один из госпитализированных остался в Помце, и еще шестеро находятся в нашей клинической больнице в инфекционном отделении. Из этих шести человек у пяти заболевания в средней степени тяжести, у одного в легкой, и все, кто дома, тоже в легкой. Итого, семь госпитализировано из 44, остальные у нас лечатся дома. По ним часто задают вопросы, как же так, мы можем от них заразиться, они больные, они выделяют вирусы. Да, они больные, да, они выделяют вирусы, поэтому те, кто с ними вместе проживает, это лица контактные, они под постановлением на обязательном карантине никуда выходить из дома не могут. Те, кто расположены в соседних квартирах, я уже говорила еще раз, повторюсь, это важно, потому что вот сегодня утром опять у меня был такой же звонок. Значит, у нас подъезды не карантинные, те, кто проживает рядом, не заболевает, и дезинфекции сейчас проводятся достаточно качественно, во всяком случае не показывает ни одного случая заражения. При этом плюс еще к больным, у нас таким образом на сегодняшнее утро 27 человек на карантине, те, кто находится под наблюдением, те, кто, напоминаю, выходить из дома не имеет права. И при этом у нас еще проведено обследование, я вам обещала, что буду каждый раз об этом говорить. За среду у нас лабораторно обследовано 149 человек, за четверг у нас лабораторно обследовано 190 человек. И в связи с вот этой картиной, с обследованиями, с наблюдением за больными, с изменениями, которые в городе происходят, у нас есть тревожные вопросы от людей. Я сейчас их озвучу. Значит, один вопрос очень для меня понятный, я сама удивилась, что жители обратили на него внимание, а я сама ни разу к нему не вернулась и не оговорила. Спасибо вам большое за вопрос, обязательно сейчас оговорим. Звучит он так. Просим вас в ваших выступлениях сделать акцент на поведении с соблюдением дистанции, в частности, в лифтах многоквартирных домов. Конечно, это очень важно. Вот спасибо вам огромное за звонок. Я думала, что это очевидно, конечно, но на самом деле эти вещи надо проговаривать. Что такое лифт? Это помещение замкнутого пространства, фактически без естественного проветривания. Только двери открываются и проветривание идет, опять же, через общее помещение подъезда. Это такая маленькая площадь и такой маленький объем воздуха, который не дает возможности дистанцироваться на нужное нам расстояние. Поэтому по правилам считается, что в лифте могут ехать только те, кто вместе проживают. Это люди одной семьи, люди, проживающие в одной квартире. Все остальные должны ждать и спуститься в следующий раз. Но при этом, что значит в следующий раз? Вот в лифте только что проехали люди. Если они что-то выделяют, то понятно, что при отсутствии должной вентиляции и после каждой работы лифта его не продезинфицируешь, следующий, заходящий в этот лифт, точно так же может заразиться. Поэтому лифт – это действительно место такой повышенной опасности. И мы помним с вами, что когда была у нас первая самая история из Шверника-45 с первым подъездом, и мы боялись и предполагали, и до сих пор предполагаем, что одним из факторов распространения заболеваний на верхних этажах было пользование общим лифтом. Поэтому в лифте какие основные меры предосторожности? Все, до чего вы дотрагиваетесь в лифте, может быть потенциально загрязнено. Поэтому в перчаточках или с использованием каких-то пакетов полиэтиленов, все, что угодно, мы руки защищаем. Это первое. И второе. Конечно, в лифте нужно обязательно всем использовать маски. Я обращаю на это внимание, потому что многие считают, что маски важны только для взрослых, и на детей маски не одевают. Но именно с детьми наиболее трудно спускаться с верхних этажей, и детей, особенно маленьких детей, не таскают, конечно, пешком на руках с верхних этажей, или еще лучше в верх на этажи, их поднимают на лифтах. Вот обратите внимание, мамы, бабушки, папы, дедушки, что и детей, и себя в лифтах много квартирных домов нужно обязательно защищать органы дыхания. Ну, или тренируйте свои мышцы, ходите пешочком. Но и в подъездах, обратите внимание, подъезды у нас тоже все разные, много квартирных домов, вот те подъезды, которые имеют окна, я всем всегда говорю, пожалуйста, подъезды свои периодически проветривайте. Уборка уборкой, дезинфекция дезинфекцией, проветривание обязательно. У нас есть подъезды, у которых нет возможности естественного проветривания. Там вместо открывающихся фрамок и окон у нас такие большие стеклопакеты мощные, которые не подлежат открытию. Вот пользование этими подъездами тоже естественно и обязательно предусматривает защиту органов дыхания. Поэтому вот мы на этот акцент сделали. И спасибо еще раз тем, кто задал этот вопрос. Второй вопрос для меня более такой печальный. Я бы даже сказала криминальный. Вопрос звучит так. Почему приезжают медицинские работники для взятия мазка к контактному лицу и не застав его дома, не предупреждают его или его соседей и повторно приезжают за взятием мазка только на следующие сутки? Значит, вот если это один-единственный случай, это еще Бог с ним произошел, потому что с таким вопросом ко мне обращались и медицинские работники. Но когда первый же раз, когда у нас был такой вопрос с медицинскими работниками, я всех настраивала. Кстати, я и соседям тоже самое могу сказать. Вообще всем людям, кто с этим сталкивается, могу сказать так. Что такое лица контактные? Лица контактные официально сидят под постановлением на обязательной изоляции и дом свой покидать не имеют права. Что значит доктор или там иной медицинский работник не застал их дома? Это значит, они нарушили постановление. И значит, что на них должен был составлен протокол. Потом будет судебное разбирательство. И таких лиц, у нас уже много таких протоколов в городе, это штраф от 15 тысяч рублей на граждан. Я считаю, что не просто не предупредить и приехать к ним на следующие сутки нужно, а обязательно передать дело в нашу полицию для составления протокола. И у нас такие дела есть. Вот если вдруг какое-то из этих дел осталось без внимания, что думают, что на него нужно будет обратить внимание, вернуться к этому вопросу. И если есть возможность доказать, что в этот день человека не было на месте, то обязательно, я думаю, нужно составить все, пройти всю процессуальную, вот эту, всю процедуру составления документов на законном основании такого контактного наказать. А то вдруг он будет больной. То что значит другу будет больной? Он уже сейчас, будучи контактным, может быть, выделяют, потому что у них не каждый день отбираются мазки. Значит, еще раз хочу сказать, обращаюсь абсолютно ко всем. Мы принимаем в том числе и анонимные звонки. Любые. Мы таких контактных лиц тут же передаем в полицию. Можете, кстати, звонить не нам, а сразу в полицию. Полиция всегда выезжает по этим адресам. Всегда. Значит, все контактные должны постоянно, круглосуточно, 14 дней или у некоторых иногда остается меньше, находиться дома, без выхода. Вот. Поэтому на этот вопрос обратим внимание. Еще раз полиции этот вопрос отработаем. Ну и спрашивают еще тоже, что касается мазков и приезда медицинских работников, вызывают сейчас же такое время, что в основном с инфекциями со всеми, естественно, люди не идут в медицинское учреждение, а вызывают врача на дом. Это правильно, молодцы. Вот. Но инфекции-то бывает много разных, и сейчас уже начинаются сезоны других инфекций. Сейчас уже и кишечные инфекции поднимают голову, что тоже естественно. Начинается в городе, ну, вернее, увеличивается, она никогда не прекращается, просто иногда ее становится больше. Сейчас начинается сезонный подъем так называемой ротовирусной инфекции, которая тоже дает высокую температуру, которая дает симптомы раздражения и поражения кишечника. А мы с вами знаем, все читаем, все грамотные, что кишечная форма может быть и при COVID-19. И поэтому, конечно, люди боятся, и поэтому, конечно, просят сделать мазок. Еще раз хочу сказать и обратить на это внимание, что решение о взятии мазка принимает лечащий врач. Если вы настаиваете, то вы можете, кроме лечащего врача, поговорить с вашим заведующим отделением. Можете выходить на заведующих поликлиниками, любой детской или двух взрослых, и эти вопросы оговаривать. И я думаю, что если будут показания, то на уровне руководителей, ну вот в данном случае поликлиник, всегда этот вопрос решается. То есть всем с ротовирусной инфекцией, конечно, мы брать анализ не будем, но если есть какие-то вопросы, если есть какие-то сомнения, мы этот анализ возьмем. А где бывают сомнения? Ну, есть просто мнительные люди, люди, которые сами, естественно, не имеют медицинского образования, они опасаются на всякие случаи, а есть ведь и другие случаи. Я вот на самом деле съездила, ну, я так условно говорю, в Дивеево, никому об этом не сказала, потому что меня завтра на работу работодатель не пустит, если узнает, что я туда втихаря съездила. Но я туда съездила и заболела, или заболел мой родственник, а вдруг я привезла. То есть вот этот вот факт сокрытия поездок куда бы то ни было, а потом заболеваний, вот он иногда рождает вот такую вот панику, возьмите у меня, а потом начинаешь разбираться, оказывается, никакая там не рота вирусная, а вот к чему призываю. Возвращаюсь к тому, что мы с вами сейчас, выйдя на работу, должны помнить о том, что вот именно сейчас, а не когда мы все были на самоизоляции, сидели по домам, для нас наиболее важно открытая тема, наше прямое и чистосердечное признание, как говорится, о том, где мы были, потому что это дает возможность вовремя обследовать, вовремя выявить, контакты все устранить, для того, чтобы не было никаких. Вот сейчас мы имеем с вами в детском садике пятом такую картину. Приехала сотрудница, никому ничего, сотрудникам никому не сказала, где она была, никому не сказала. В итоге мы все узнав, через ее, у нее заболела сначала ее сотрудница, ее вывели, и началось, лихорадочно начали проверять весь персонал детского сада пятого. Он у нас весь, слава богу, отрицательный, будем за ним наблюдать дальше. Сейчас взяли вчера согласие у родителей, всех детей, кто туда водит. Всех детей обязательно проверим, всем обещаю родителям. Можно даже, может быть, даже не по разу. Обязательно это сделаем. Но я что хочу сказать. Если сотрудник, вот в данном случае учреждение, это большая опасность. Вот если она, не сказав просто, что куда-то съездила, а потом еще и заболеет, и если, не дай бог, еще бы кто бы от нее заразился, вот сейчас бы, вот не такая бы картина была, например, кто-то бы заразился. Товарищи, я напоминаю, уголовная уже ответственность, это не 15 тысяч. Человек, зная, что заразился, и заведомо продолжает работать в коллективе, заражать других, это уголовная статья. Понимаете? Это очень важно и ответственно. Ну, вы ради интереса посмотрите, что в стране-то делаете. Уголовные дела уже есть. Но если не бережете других, подумайте о своей-то голове, о своей жизни, о своей судьбе. Поэтому вот эти вопросы, которые я осветила, они все касаются в первую очередь нашей с вами ответственности, не только за себя, но и за других. Ну, а пока мы с вами имеем великолепную картину, которую вот нельзя ни в коем случае испортить вот всем тем, что я перед этим сказала. У нас в итоге на вчерашний день мы подсчитали вот по цифрам, которые я вам сейчас с утра всем объявила. Мы почитали опять основные и дополнительные показатели. Это коэффициент распространения инфекции, наличное свободного коечного фонда инфекционных больных, это охват тестированием, это летальность и недельная заболеваемость вне больничными пониманиями всеми, уже не включая именно ковидную. Вот эти пять показателей нам на вчерашний вечер дали возможность подготовить предложение. Я их написала как главный санитарный врач города, направила в Федеральное медико-биологическое агентство для согласования. Его согласовали нам наш главный государственный санитарный врач по территориям обслуживаемым Федеральным медико-биологическим агентством. И теперь вместе с решением оперативного штаба мы их сегодня отправляем губернатору нашему Нижегородской области с тем, чтобы он рассмотрел нашу территорию для того, чтобы мы перешли уже на второй этап. И это ура-ура то, чего мы ждали. Второй этап дает нам возможность открыть магазины уже площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Правда, при этом остается тоже требование, что вход с улицы обязательно отдельный. Обязательно количество посетителей в зале не более чем один человек на 4 квадратных метра. Это опять маски и перчатки. Это все тут, конечно, все сохраняется. Но все-таки это уже дополнительные рабочие места. Это дополнительные для нас возможность покупки товаров, которые были пока еще недоступны. На этом же этапе открывается для нас возможность открытия парикмахерские. Тоже начата с сегодняшнего дня работа комиссии, которая будет определять, что под эти все показатели данная парикмахерская подходит. Будет, мы готовим письма во всех парикмахерских какие именно требования будут. Комиссия будет потом проверять выполнение этих требований. Мы вчера оговаривали это на совещании нашим с федеральным медико-биологическим агентством. И нас предостерегли и сказали, что есть одна территория, где один парикмахер, при открытии парикмахерских один парикмахер заразил сразу 23 человека. Значит, тут важно все. Тут, конечно, важно, чтобы сам парикмахер не болел, но заболевание может передаваться и контактным путем, поэтому на одном и том же кресле посидел один человек, потом пришел и посидел другим. Другой человек мог все эти 23 человека, прошедшие через одно кресло, могли там заразиться даже не от парикмахера, а через одно место. Контактное, вот это вот рабочее место парикмахера. Поэтому есть четкая, понятная позиция, как должен содержаться. Мы его сейчас распишем. Посетителям могу сказать только одно, что очень важно, чтобы и вы, и тот, кто оказывает вам бьюти-услуги, должен быть обязательно в маске, в перчатках, что место должно быть продезинфицировано, помещение, в котором вы находитесь, обязательно должно иметь возможность естественного проветривания. И мы еще будем ставить вопрос либо о наличии дезинфицирующих ультрафиолетовых ламп, или о увеличении количества дезинфекционных обработок после каждого посетителя. Но это все равно большой прорыв, это дает нам возможность на втором этапе почувствовать себя уже более свободными. Следующее, что нам дает этот этап, это возможность в большем режиме открыть группы наших детских садов, образовательных учреждений, а именно конкретно детских садов. Что нам это в свою очередь даст? У нас не будет собрано в одну группу разновозрастные дети, болеющие разными инфекциями, которые имеют разную привитость. Это не будет максимальное количество в группе детей. И если вот такие нерадивые, как я вам сейчас про пятый садик рассказывала, сотрудник вдруг появится, то это будет уже обследовать нужно будет не весь детский садик, а только одну группу, где он появляется. Там в зависимости от того, какую функцию он выполняет и какая у него должность. Это нам даст возможность в случае карантина проводить карантинные мероприятия более эффективно, детей защищать более хорошо. Это на самом деле большой плюс. Но тем не менее, вчера на городском штабе от департамента образования Наталья Валерьевна Володько говорила, что все равно на неделю они ближайшую сохранят принятие приема детей в детские сады только при наличии справок от родителей, что оба родителя работают и не могут сидеть дома. Это правильно. На первом этапе, вернее, сейчас у нас второй этап, но я имею в виду на этапе открытия большего количества групп, это сейчас очень важно. Поэтому для того, чтобы нам при переходе на этот второй этап не получить откат, не получить каких-то неприятностей, я напоминаю все те же простые правила. они для нас сейчас очень важны и очень просты. Это отсутствие контактов с территориями, с людьми, не собираемся вместе, дистанцируемся. Если выезжаем за зону, значит, используем только свои дачи, а не встречи где-то с родственниками. И не... Вот вы помните, на первом этапе мы открыли с вами возможность посещения городских кладбищ. Я вот сама живу и с собакой гуляю недалеко от нашего городского кладбища. Я вижу, не по двое пытаются люди-то пройти, а прям большими коллективами. Ну, подумайте о себе, о своих близких. Не надо этого делать. Значит, мы по-прежнему общаемся только с теми, с кем живем, небольшими группами. Мы также гуляем, мы защищаем органы дыхания, про лифты не забываем. Еще раз огромное спасибо за вопрос. И тогда мы с вами еще неделю. От второго до третьего периода не будет такого короткого дневного вот в 3-4 дня. На втором этапе нужно задержаться больше, иначе нам не смогут согласовать третий этап. И мы будем следить. Я хочу вам напомнить, что у нас по-прежнему карантинные наши зоны Нижегородской области не перешли на первый этап. Они по-прежнему карантинные. Я также напоминаю, что у нас по системе наших закрытых административно-территориальных образований в целом в стране ситуация тоже достаточно не везде простая. И есть, вот, например, в Заречном есть смертельный у нас исход от COVID-19, есть вспышка в Саратовской области на нашей территории обслуживаемой, есть вспышка в 150 человек, представляете, сразу в одном месте, в одном интернате. То есть, как только появляется один больной в коллективе, где он не кого не ставит в известность, где, особенно если там еще и ослабленные и пожилые люди, или если это завоз и несвоевременное обращение к врачу, вот это все остается опасным. Ну, а мы пока с вами выглядим достаточно на этом фоне хорошо, пытаемся держаться, никуда не ездим. До встречи с вами в понедельник. Я желаю вам здоровья, желаю, чтобы вы соблюдали и дальше меры профилактики. меры профилактики. меры профилактики. Меры профилактики.